Здравствуйте! В эфире Первого Карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Весенние паводки в регионе. Дворовые страсти Майкудука. Казахстанский театральный Оскар в Караганде. В селе Кукпекты Бухаржираусского района Карагандинской области продолжаются работы по устранению последствий стихийного бедствия. Сегодня на помощь пострадавшему населению Кукпекты отправились карагандинские волонтеры и 200 военнослужащих. Рабочие бригады, в состав которой входили члены ЖАСУТАН, студенческих строительных отрядов, студенты Каргу имени Букетова, учащиеся факультета ПЧС Карагандинского политехнического колледжа, а также добровольцы из числа жителей Караганды помогают сельчанам в очистке территории от мусора. На помощь кукпектинцам также приехали волонтеры и 200 военнослужащих. Оперативное назначение прибыли для оказания помощи по силу Кукпекта. Прибыло со мной вместе 200 человек. Помогаем местным жителям, оказываем помощь пострадавшим гражданам. Есть падеж скота. На сегодняшний день общий ущерб подсчитывается. Жители до сих пор не могут в себя прийти. Стала прибывать вода очень быстро. Буквально все случилось за 10-15 минут. Успели отпустить собаку, спасти детей, поднять их душу. К настоящему времени силами местных исполнительных органов откачивается вода из подвалов потопленных домов. Откачана вода из 102 домов. С помощью волонтеров вычищаются дворы и хозяйственные постройки. Напомню, что при проведении аварийно-спасательных работ были обнаружены тела пяти погибших человек. Семья погибшей Ромашенко вспоминает этот день с горечью. Она очень добрая была. Вот мама с папой. Очень вообще все родственники всегда у нас были. Какие мамы? Маме 68 лет было. Но она очень здоровая женщина была. Ее когда нашли, сказали им честники, нам женщину, 55 лет нашли. Она так хорошо у меня выглядела. Вообще у нас семья в 38 лет. Мои родители порядочные. Прожили душа в душу. Сейчас обследуется жилище. Акиматам принято решение оказать помощь при похоронах погибших. Проводится обследование. Выявляется нанесенный ущерб. Привлечены подразделения МЧС, МВД и Центрального округа. Работа продолжается. Жизир Абдраимова, Габизин Крушпех, Бахтяр Успанов, Первый Каравендинский. Правда, местные жители волнуются. Не забудут ли их? Как и кто сможет оценить ущерб и выплатить компенсации? Кстати, медицинские работники и областное управление здравоохранения решили отчислить заработную плату за один день в фонд помощи пострадавшим от подтопления поселка Кукпекта. Из-за резкого повышения температуры и таяния снегов оказалось подтопленным и село Карагайлы Асакаровского района. Из 112 домов 58 затоплено. Всего в селе проживают около 600 человек. Мы связались с Акиматом Асакаровского района по телефону. Улица затоплена-то надречная кооперативная и половина губной. Эвакуировано 498 человек. 1200 голов крупного и мелкого рогатого скота. Потопление связано с резким повышением температуры. На данный момент работает круглосущественное дежурство. Задействованы техники местного сферсоргирования служб ЧСНВД и Акимата. Жертв и пострадавших на данный момент нет. Продолжаем выпуск. Мать пятерых детей Айна Житыбаева вместе со своей семьей может остаться на улице. Женщина с 2006 года не может дождаться своей очереди на жилье по государственной программе. В чем же истинная причина? В непростой житейской проблеме разбирались наши журналисты. Мать пятерых детей стоит в очереди на жилье, которое государство должно предоставить ей как многодетной матери. Вот эту квартиру уже 9 лет женщина вместе с семьей снимает у арендаторов. И здесь им приходится не сладко. С наступлением весны крыша протекает. Вода течет по стенам. А зимой бывает холодно. Хозяева же жилья ждали, пока потеплеет, не стали выселять семью. Жалко было детей. Но вот теперь решили продать квартиру и просят немедленно освободить жилплощадь. Теперь женщина даже не знает, что делать и куда обращаться за помощью. Я воспитываю пятерых детей. Скитаться вместе с детьми с одной квартиры на другую я уже не могу. Хотелось бы, чтобы государство скорее выделило нам жилье, чтобы дети смогли жить уже в своем доме. Уже с наболевшей проблемой семья Житыбаевых куда только не обращалась. Каждую неделю женщина ходит в Акимат, просит помощи. А там ей говорят, что ничем помочь не могут. И что придется подождать, пока настанет их очередь. А семья Житыбаевых по счету 311-я. По словам заместителя начальника отдела жилищных отношений города Караганды Дарына Зулкаир, жилье по государственной программе предоставляется гражданам только согласно очереди, в котором они состоят. Учитывая то, что она стоит в очереди, жилье будет предоставляться в порядке очередности. Первоочередное право у нас имеют ветераны Великой Честной войны и дети Сиропаевых. Вот такая получается история с многодетной семьей Житыбаевых. Найти семную квартиру по доступной цене для семи человек сегодня очень проблематично. Да и переезжать постоянно с места на место детям не радость. Гульнур Жакен, Габиден Курушпеков, Бахтиар, Успанов, Первый Карагандинский. Во дворах домов второго квартала Майкудука нет парковочных мест, нет детской площадки. Также во дворе на проезжей части есть люк, который постоянно сбивают колесами машины, и он открыт, что очень опасно. Еще много чего нет в этих дворах. А что хорошего видят жильцы этих домов, пыталась узнать наш журналист. На данном дворе ужаснейшие железные конструкции, оставшиеся с момента постройки дома. Железные поломанные качели, арматура, некое подобие ракеты, сломанная песочница. Это называется детская площадка. Дети играют, роясь в земли и купаясь в лужах. Для пожилых людей нет лавочек, и они сидят просто на бетонных ступенях возле подъездов. Мы же платим. За что мы платим? Вот честно говоря. А вот если не платим, вот уже 3-4 месяца, уже приходит повестка о том, чтобы идти на суд. А за что мы должны платить? Жители жалуются также на беспорядок во дворе. Мусор вываливается на землю, а дальше разносится ветром. Что делать с завалами мусора и игнорированием властями их жалоб? Также жильцы дома обвиняют коммунальные структуры своего участка в 30-летнем бездействии по данной ситуации. В прошлом году весь мусор тут собирали, все в куче собрали, а должны были приехать машину забрать, так все это до осени лежало. Теперь за зиму опять все собралось. Уже несколько лет колодцы этого двора без люков. Проходящие обходят, проезжающие объезжают. Любой ребенок или машина может туда провалиться. Открытые колодцы несут смертельную опасность, знают все. По всему двору разбросаны эти открытые колодцы. И просто чудо, что в них еще никто не убился, говорят жители дома. Дети ходят постоянно, здесь очень близко к подъезду получается, и здесь опасны дети. Вы тут ходите, а не все. А что делать, если городские власти ничем помочь не могут? Даже на асфальтирование дорог средств нет. В течение двух дней мы в телефонном режиме из редакции пытались связаться со специалистами ЖКХ. Но, увы, только надоели своими звонками секретарю. А жители хотят всего лишь одного. Нам нужен хороший двор! Жезер Абдраимова, Габидзен Крушпех, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галдек 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система – профиль Галвин. Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. За два месяца 2014 года на дорогах области зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 11 человек и еще 111 получили ранения, сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел Карагандинской области. Дорожные полицейские республики решили кардинально изменить положение на дорогах и приняли план мероприятий по обеспечению безопасности на 10 лет. В сравнении с 2013 годом количество происшествий снижено. Раненых в них уменьшилось на 24%, число погибших граждан уменьшилось на 14%. В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма, а также реализации национального плана мероприятия по реализации десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения и предупреждения травматизма на 2011-2020 годы, административная полиция Департамента внутренних дел Карагандинской области совместно с местными исполнительными органами, органами здравоохранения, образования, территориальными центрами по формированию здорового образа жизни в период с 1 по 30 апреля текущего года на территории Карагандинской области проводится широкомасштабное республиканское профилактическое мероприятие «Внимание! Светофор». Оно проходит в три этапа. С 1 по 10 апреля – акция «Водитель-пешеход», с 11 по 20 апреля – автопробег «Ваш пассажир-ребенок» и третий этап – с 21 по 30 апреля. Административная полиция надеется, что эти акции получат отклик, как со стороны автоорганизации и водителей, так и со стороны общественности. Сегодня в последний путь проводили известного карагандинского журналиста Роберта Келлера. Более 40 лет он отдал своему любимому делу. Даже не верится, что его больше нет среди нас. В субботу на 66-м году жизни скоропостижно ушел замечательный человек и наш коллега Роберт Келлер. Долгое время он работал корреспондентом в республиканских и карагандинских изданиях. Для главного редактора еженедельника «Наша ярмарка» Вячеслава Каханова говорить о своем коллеге в прошедшем времени очень трудно. Роберт Вальтерович был просто гением общения. Гением общения, очень высококультурный человек, и с ним можно было говорить на любую тему. Мне трудно говорить сегодня. У Роберта Келлера большой круг общения и друзей. Это было видно потому, сколько людей сегодня пришли проводить его в последний путь. Журналист Татьяна Тен знает Роберта Келлера много лет, и для нее это был очень близкий друг. Когда теряешь таких друзей, коллег, это, конечно, очень большой кусок жизни отлетает сразу. И я должна сказать, что не только друзья, конечно, понесли большую потерю. Вся карагандинская журналистика понесла невосполнимую трагу, потому что то, что Келлер сделал для карагандинской журналистики, это дорогого стоит, и это очень немногие могут гордиться тем вкладом, который сделал Келлер. Его к нему могли относиться по-разному, возможно, кто-то и не так серьезно, но это был уникальный журналист. Как считают коллеги Роберта Келлера, он был лучшим репортером. Он умел красиво преподносить любую информацию. Для многих он был не только другом и товарищем. Для меня лично Роберт Вальтерович был не только коллегой, он был для меня и отцом, и другом. То есть в любое время суток, я не оговариваюсь, вот именно суток можно было к нему обратиться за советом, и он никогда не отказывал. Конечно, для нас, журналистов, это очень большая утрата, потому что такого человека, мне кажется, не было и не будет больше. За свою работу Роберт Келлер неоднократно награждался различными грамотами и другими наградами. Многие до сих пор не верят, что больше не увидят его статей в газетах и не услышат его голос по телефону. Всего одного балла не хватило студенческой команде Карагандинского государственного университета имени Букетова, чтобы занять первое место в Республиканской олимпиаде по журналистике. Но и второе место в столь престижном конкурсе еще раз доказало высокий уровень карагандинской подготовки будущих работников пера. Среди 11 команд, принимавших участие в предметной олимпиаде по журналистике, которая проходила в Казахстанском национальном университете имени Аль-Фараби, команда Каргу заняла второе место, уступив всего одно очко хозяевам олимпиады. По отдельным номинациям студенты Каргу уверенно занимали первые места. А в жюри были известные казахстанские журналисты, такие как Амирхан Алем, редактор журнала Акикад, который дал высокую характеристику конкурсной работе Мирея Калятпара. Там и было освящено наши карагандинские активные персоны, которые в какой-то мере показали себя и от себя добавили хоть чуточку своего активного участия в стратегии Менгликеля. Казахстан-2050. Успеху наших студентов способствовала серьезная материально-техническая база университета. Отличный подбор преподавательского состава. Ведь журналистика не стоит на месте, а развивается вместе с страной. Она вбирает новые технологии и активно их использует. Сегодня на место пера и блокнота прочно входит интернет-технологии, спутниковая связь. Без этого современный журналист просто не сможет профессионально работать. Поэтому с каждым годом усложняются задачи на Республиканской Олимпиаде по журналистике. Наши студенты показали свою подготовку в области интернет-журналистики, в истории казахской журналистики. Ну и также в целом показали подготовку, подготовленность по жанрам. Республиканская журналистская предметная Олимпиада приносит не только престиж в УЗУ, но дает прекрасную возможность показать свою выучку молодым журналистам. Это серьезная практика и возможность общения с коллегами. Сергей Высокосов, Олжас Габбасов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Во всех областных центрах и моногородах Казахстана с 3 марта текущего года Министерство образования и науки Республики Казахстан начало проводить широкомасштабную информационную кампанию по разъяснению правил приема документов на международную стипендию «Булашак». Претенденты на обучение за рубежом встретились в Нур-Утане. В 2013 году программа «Булашак» отметила 20-летний юбилей. 20 лет назад президент Республики Нур-Султан Азарбаев принял продуманное решение предоставить возможность талантливой молодежи получить образование за рубежом. В 2014 году введены две новые категории на получение степени магистра – работники СМИ и работники культуры. В конкурсе могут участвовать семь категорий – самостоятельно поступившие, государственные служащие, научно-педагогические работники, выпускники вузов, работники СМИ, культуры и творческие работники, и также претенденты на стажировку. Уже пошли две новые категории – работники СМИ. Это не только творческие люди, которые занимаются творчеством, то есть пение, танцы, режиссеры и так далее. Тут подходят под работники МИК, работники библиотек, работники домов культуры, работники цирков, зоопарков. В целях расширения доступа к участию в конкурсе на присуждение стипендии «Булышак» внедрена электронная государственная услуга. Граждане Казахстана могут подавать документы на участие в конкурсе через портал электронного правительства ЕГОФ и через сонные республики Казахстан из любой точки страны. Эти меры позволяют существенно расширить доступ для жителей сельской местности. Могу сказать, что 50% наших претендентов подают на стажировки. Стажировка – это не академическая программа, это не дипломная программа. То есть это как раз для той категории населения, которая имеет достаточно большой багаж знаний, большой опыт работы за спиной, но не хватает. Кроме того, необходимо отметить, что для всех кандидатов на получение стипендии отсутствуют возрастные ограничения. Отбор претендентов будет проводиться на конкурсной основе путем определения уровня владений иностранным и государственным языками, психологической, интеллектуальной и профессиональной подготовки. Жизира Бримова, Ужас Гопаза, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Теперь казахстанский театральный Оскар есть в Караганде. Его обладателем стал директор театра музыкальной комедии Амантай Ибраев, который стал номинантом пятой профессиональной премии «Янгликоль-2014». Директор академического театра музыкальной комедии Амантай Ибраев показывает награду, которую привез с пятой профессиональной премии «Янгликоль-2014». На этот фестиваль приезжают представители 58 театров республики, где каждый мог получить оценку своего труда. На сегодняшний день у нас есть государственные награды, заслуженный деятель. Они не охватывают всех. А Союз театральных деятелей поставил задачу, чтобы объединить всех театральных деятелей и раз в году, чтобы они могли собраться и могли поделиться впечатлением, подвести какие-то определенные итоги. В Международный день театра в Алматы собрались почти все театральные работники Казахстана. В начале года каждый театр представляет своих претендентов для участия в этом конкурсе. Путем случайного отбора в номинации «Оперный певец года» был определен победитель. Им оказался Амантай Ибраев. Очень приятно от того, что до данной премию наш театр, я уже третий претендент, потому что это говорит о потенциале нашего театра и благодарен коллективу, потому что это признание приходит на фоне всеобщего коллективного труда, где ты смог проявить себя как индивидуальный исполнитель. Что будет делать с главным призом «Один миллион тенге» Амантай Ибраев еще не решил, но обязательно эти деньги пойдут на жизненно важные цели. Николай Кровец, Ажаз Габасов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok